Итак, давайте разберем, может ли Сарецкое озеро уничтожить Центральную Азию. Сарецкое озеро считают самым красивым и одновременно самым опасным водоемом Таджикистана. Оно образовалось более ста лет назад в результате землетрясения. В ноябре британское издание Daily Mail охарактеризовало озеро как «бомбу замедленного действия». Согласно данным ООН и множеству ведущих экспертов, естественная плотина может прорваться в любой момент. В случае катастрофического прорыва высота волны может достигнуть 150 метров, затронув жителей четырех стран. Официально Душанбе утверждает, что поводов для беспокойства нет, так как состояние окружающей среды тщательно мониторится специалистами. Известия исследовали ситуацию подробнее. В сердце гор Средней Азии таится озеро, которое в любой миг может выплеснуть свою мощь. Его воды, сорвавшись вниз, понесут разрушительный сель, который достигнет самого Аральского моря и затронет сразу четыре страны. Всего 113 лет назад среди оползней, разрушений и хаоса появилось Сарецкое озеро. Оно родилось в недрах гор Таджикистана и, по иронии судьбы, вероятно, закончит свое существование так же драматично, как и началось. Этот природный водоем, запертый в узкой долине реки, содержит колоссальные 17 кубических километров воды. Его стражем служит естественная плотина высотой 567 метров, состоящая из грунта и обломков горных пород. В случае прорыва вся эта вода одномоментно вырвется наружу, с огромной скоростью нанося разрушение. О потенциале Сарецкого озера знали еще в Царской России, а затем тщательно изучали в СССР. Сегодня немногочисленные жители горных кишлаков знают, что делать в случае прорыва, ведь опасность этого озера остается значительной. Давайте поговорим о том, как родилось Сарецкое озеро. Горная река Бартанг, рожденная талым снегом и ледниками Памира, с серебряным потоком извивалась через узкое ущелье. Под нависшими горами находились два кишлака – Сарес и Усой, разделенные 20 километрами. Озеро поглотило их. Верхнее течение Бартанга местные называют Аксум, а среднее – Мургаб, что иногда приводит к путанице в различных источниках. Поздним вечером 18 февраля 1911 года в 22 часа 31 минуту люди проснулись от сильных подземных толчков и оглушительного грохота. Плиты под Памиром вновь начали движение. Даже сейсмографы Санкт-Петербурга в Пулковской обсерватории за 3800 километров зафиксировали эти колебания. По шкале интенсивности землетрясений это событие оценили в 9 баллов из 12 возможных, что означает уничтожающее. Магнитуда составила 7,4 по шкале Рихтера. Наступило холодное зимнее утро. Жители Сареза, проведшие ночь в страхе и тревоге, проснулись и увидели, что привычный кристально чистый высокогорный воздух заменился густой и удушливой полевой завесой. Мы никогда не узнаем, что пережили жители Усоя, кишлака, расположенного в 20 километрах ниже по течению от Сареза. Из всех его обитателей уцелели лишь трое. Которые накануне приехали в гости к родственникам в Сарез и остались на ночь. Люди поспешили на помощь соседям. Пройдя очередной крутой поворот долины, они увидели вдали темную громаду. Чем ближе они подходили, тем яснее становилось. Кишлак Усой был полностью погребен под гигантским оползнем. Позже ученые выяснят, что обрушился массив горы объемом 2 кубических километров и массой 6 миллиардов тонн. Этого хватило, чтобы полностью перегородить долину шириной 5 километров, по которой текла река Бартанг. Так образовалась самая высокая в мире плотина, высотой 567 метров, названная Усойским завалом в память о кишлаке. Штабс-капитан Заимкин, ответственный за этот померзкий уголок Российской империи, оперативно добрался до места происшествия спустя 2 месяца в апреле, чтобы оценить последствия разрушительного землетрясения. Он будет неприятно удивлен. В своем отчете начальству штабс-капитан Заимкин напишет о кишлаке Усой, которого больше нет, и о гигантском завале из грязи и горных пород, высоту которого он оценил в 650 метров. Он также упомянет небольшое озеро, которое начало формироваться из-за того, что река, встретив непреодолимую преграду, начала накапливать воду перед завалом. Но еще больше Заимкин удивится в сентябре, когда вернется на вверенную ему территорию. Он обнаружит, что маленькое озерцо превратилось в большое полноводное озеро. Жители Сареза, находящегося в 20 километрах выше завала, уже активно готовились к переезду. Вода неумолимо подступала к их кишлаку. Их дальновидность оправдалась. Уже в октябре крыши последних домов Сареза скрылись под водой. Так на высоте 3255 метров над уровнем моря появилось Сарезское озеро завального типа. Сегодня оно содержит огромный объем воды – 17 кубических километров. Вода заполнила речную долину перед Усойским завалом, распространившись на 70 километров вверх по течению и поднявшись на высоту от 185 до 500 метров, Сарез, в честь которого названо озеро, ныне покоится на глубине 240 метров. Стремительное наполнение Сарезского озера завершилось через 15 лет после землетрясения. В 1926 году до этого времени глубина увеличивалась на 9 метров в год. Казалось-то, что такими темпами вода рано или поздно хлынет поверх завала. Но природа умеет уравновешивать себя. С 1942 года уровень воды начал колебаться, но в целом остался стабильным. Вода нашла выход. Она начала просачиваться через завал небольшими родниками. Сегодня их насчитывается 57. Давайте разберем, почему Осарезское озеро таит большую опасность для Средней Азии. Новость о появлении Сарезского озера невиданных для завальных озер размеров вызвала настоящий фурор в научном сообществе. Ученые сразу же начали бурно обсуждать две важные темы. Землетрясение породило оползень или наоборот. И что произойдет, если завал прорвется? Угроза прорыва естественной плотины реальна и пугает своей непредсказуемостью. Ведь это может случиться в любой момент. Рассматриваются три возможных сценария развития событий. Сарезское озеро находится в зоне высокой сейсмической активности. Здесь в среднем раз в 100 лет происходит землетрясение силой 7 баллов. А землетрясение мощностью 9 баллов случается раз в 2000 лет. Энергии этих подземных толчков достаточно, чтобы разрушить завал, созданный землетрясением 1911 года. Естественная плотина из грунта и камней также подвержена размытию из-за фильтрации воды. Любая тонкая струйка, пробивающаяся через завал, может стать фатальной иллюстрацией поговорки «Где тонко, там и рвется». Здесь происходят сложные процессы. В одном месте вода дробит завал изнутри, в другом протечки закупориваются. Это почти живой организм, поведение которого не поддается прогнозам, даже при использовании самого продвинутого искусственного интеллекта. В 1967 году обнаружили еще одну потенциальную угрозу. На правом берегу озера был выявлен участок, откуда может сойти оползень. Особенно высока вероятность этого события, если учесть землетрясения, о которых шла речь ранее. Геологи оценивают объем рыхлого материала на этом участке в 2 кубических километра, и если он рухнет в озеро, то вызовет волну, которая перельется через завал, разрушив его. Все три сценария развития событий ведут к катастрофическим последствиям. В попытке грустно пошутить можно сказать, что это самый оригинальный способ заново наполнить Аральское море. В случае прорыва Сарецкого озера потоки воды, увлекая за собой грунт и камни, стремительно достигнут низовья Амударии, вызвав разрушительный сель. В зоне доступа Сарецкого озера находятся территории вдоль цепочки рек Бартанг-Пянч-Амудария, где живут 6 миллионов человек в Афганистане, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Бартанг не обрывается в Сарецком озере. Вода, пробивающаяся через завал, продолжает свой путь дальше, создавая потенциальную угрозу для всех, кто живет по ее берегам. С одной стороны, в мире существует множество завальных озер, которые остаются стабильными. Но Сарецкое озеро исключительное по своим масштабам. Более того, исследования показали, что в этом районе ранее существовало как минимум 9 завальных озер. Где они сейчас? Их больше нет. Их завалы были размыты или разрушены. Последнее из них про Сарецкое озеро известно нам благодаря своей относительной свежести. Его 4-х километровая плотина была частично разрушена водой. Сарецкое озеро содержит колоссальный объем воды, запертый за плотиной высотой 567 метров. Советские ученые предложили весьма продуманный план. Строительство тоннеля с гидроэлектростанцией для регулируемого сброса воды. Этот проект был хорош во всех аспектах. Контроль за уровнем воды в Сарецком озере, выработка электроэнергии для местных жителей и регулярное снабжение водой засушливой Средней Азии, где ее постоянно не хватает для полива хлопка. В 2000 году Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан обратились к международному сообществу с просьбой привлечь лучшие умы для решения проблемы потенциального прорыва Сарецкого озера и обеспечить финансирование. К сожалению, их усилия не принесли ожидаемых результатов. Выделенное финансирование оказалось столь же ограниченным, как и предложенное решение. На Сарецком озере установили наблюдательную будку, предназначенную для передачи сигнала, который активирует систему оповещения в населенных пунктах ниже по течению. Скептики указывали на недостаточную оценку масштаба угрозы. Если прорыв будет катастрофическим, будку, возможно, смоют первой до того, как она успеет передать сигнал. Финансирование позволило также создать несколько примитивных островков безопасности на окрестных склонах для жителей, находящихся под Сарезом. Эти островки были оснащены запасами воды, пищи и необходимых предметов. Но на этом решение проблемы и завершилось. В случае сильного землетрясения ни один из предложенных вариантов не сможет предотвратить катастрофу. Поэтому Сарезское озеро продолжает оставаться не только источником чистейшей горной воды, но и символом разрушительной силы, скрытой в недрах нашей планеты. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Вы узнаете много интересного.